Синоптики назвали Омск самым теплым городом России. Они сравнили температуру воздуха днем 27 сентября в разных городах страны. Получилось, что в третьей столице погода самая комфортная. Москва замерзала, днем было всего плюс 8-11, и дожди в Санкт-Петербурге 13-14 выше нуля, а в Омске да плюс 18. Почти такая же температура в Сочи. Хорошую осеннюю погоду уже более 10 дней в Омской области обеспечивает мощный антициклон, центр которого расположен в Улан-Баторе. Несмотря на это, отопительный сезон в Омске начался именно 27 сентября. Тепло далее в 300 жилых домов и полсотни объектов здравоохранения. Сколько соцобъектов пока остается без отопления и какова ситуация в других регионах в нашем сюжете. Теплая кофта и пара шерстяных носков. В конце сентября с таким набором одежды в сад отправляют каждого второго ребенка, ведь отопление там еще не включили. Пока тепло поступило только в 80 общеобразовательных учреждений из почти 400, что находятся в городе. Пик подключения придется на четверг или пятницу этой недели. Отопительный период начинается, когда среднесуточная температура воздуха опускается ниже 8 градусов по Цельсию и держится на этом уровне в течение пяти суток подряд. В ближайшие дни среднесуточная температура в Омске ниже этой отметки практически не падала. Поэтому тепло в квартиры, школы и больницы начали давать только сейчас. В Новосибирске отопительный сезон начался уже 20 сентября. В Тумске на 9 дней позже. В Кемерове, как и в Омске, 27 сентября. Причем на Кузбассе в социально значимые объекты тепло дали на день раньше, чем жилые дома, как и полагается по нормам. Кстати, на работы по подключению зданий к теплосети потратили рекордно короткое время. Все благодаря необычному эксперименту, на который решились чиновники. Правда, местному бюджету он обошелся почти в 5 миллионов рублей. Немного больше времени, а именно 8 дней, понадобилось коммунальщикам Новосибирска. Там готовить теплосети начали 20 сентября, а тепло в отдаленные дома поступило лишь сегодня. Инженеры уверяют, все дело в протяженности теплотрасс. Длина их достигает 15 километров от ближайшей ТЭЦ. То есть, если от какого-то небольшого локального источника систему отопления можно запустить за день, за два, мы запускаем их до конечного потребителя за 8 дней. Практически во всех регионах Сибирского федерального округа отопление включили раньше положенного срока. Причем, что погодные условия позволяли и подождать. Осень Сибири выдалась на удивление теплой. Светлана Еловнарова, Павел Теунов, Ирина Глухова и Павел Ходынский. Новости здесь, Омск.